А спонсор выпуска магазин Skinon.ru лучшие виниловые наклейки и защитные чехлы на ваши гаджеты можно создавать свой дизайн, используя конструктор для моих подписчиков скидка 15% на все чехлы и наклейки по промокоду, что вы видите на экране Внимание! На сайте сейчас проводится акция при покупке двух товаров, третий в подарок вся информация в описании Приветствую! Меня зовут Сокол и если вы уже глянули Хоббита то вот вам отчет о том, что показывают на этой неделе кроме него Астерикс, двоеточие, земля богов Я очень люблю Астерикса и Абеликса как персонажей Это самые популярные персонажи у себя на родине, во Франции Я еще в детстве с ними познакомился благодаря мультсериалу который показывали по одному из ТВ каналов А знаменитыми на весь мир, только вот не знаю насчет США Этих героев сделала серия фильмов с Кристианом Клавье и с великим русским актером Джераром Депардье в роли Астерикса и Абеликса, соответственно Их киновоплощение было удачным, пожалуй, в первом и уж тем более в шикарном втором фильме Вторая картина, та, которая миссия Клеопатра на мой взгляд, просто чудесная комедия Немного фарсовая, немного странная но все же чудесная Именно такими и должны были быть эти персонажи и фильм про них Остроумные шутки, куча пародий и отсылок а также яркая и сочная картинка Увы, но остальные фильмы были чем дальше, тем хуже Стало понятно, что в игровом кино эти герои себя изжили, а Абеликс так и вообще предал родную страну ради квартиры в Грозном Итак, трехмерный мультфильм стал наилучшим решением этой проблемы Тем более, что изначально эти персонажи были не совсем кинематографичны Мультяшное насилие в кино не воспринималось с тем же юмором, с каким воспринималось в анимационной ленте Поэтому фильмы, даже самые удачные всегда выглядели в этом плане несколько странно Настала пора вернуться к истокам И я посмотрел новый мультфильм Астерикс Земля Богов И мне он в целом понравился Я не скучал, я смеялся, я получал удовольствие от ленты Поэтому идти на нее можно смело И детишек прихватить тоже можно В мультфильме достаточно остроумных шуток и довольно много юмора, понятного взрослым зрителям Картина не затянута, красочна и сделана на достойном техническом уровне Другими словами, анимация хороша и приятна Единственное, что с эффектом 3D мультик ничего не делает Поэтому идти на эту ленту можно и на обычный сеанс Но все же есть небольшой нюанс Который не вполне удовлетворит привередливого зрителя Сюжет хоть поначалу и оригинален Но все равно в конце приведет именно к тому К чему приводят все фильмы и мультфильмы про галов Как вы думаете к чему? Вот вспомните все, что связано с этой серией мультфильмов и фильмов Что было в конце? Кто получал по морданцам? И кто выходил из всего этого победителем? И это не спойлер Я лишь задал вопросы, на которые вы сразу найдете ответы Разведчики прибыли Где вас только носило? Здесь Здесь? Что вы здесь сделали? Мы решили далеко не ходить, а то там галлы Не понимаю, там кто? Галлы! Там галлы? Трубус, трубе отступление! Ну а сценаристы вообще не сумели придумать что-то действительно необычное в этом плане И по-моему даже не пытались А ведь сюжет интриговал Цезарь решил, что если галлов невозможно победить То они просто окружат их своей инфраструктурой И со временем римская культура поглотит непокорных Поэтому вокруг деревни начали строить римские поселения И соблазнять прелестями римской цивилизации наших воинственных галлов Все эти постройки решено было назвать землей богов И этот план, конечно же, срабатывает Но в недовольных, как всегда, остается самый умный гал Астерикс И, естественно, к нему присоединяются Абеликс и Панорамикс Друид, который волшебное зелье варил для всей деревни По мне, так сюжет звучит даже очень интересно Я бы даже сказал, что как-то уж больно сложновато для мультика Расчет явно не только на детей И все это, увы, заканчивается весьма банально и предсказуемо Конечно, многие скажут А что же ты ожидал от этого мультфильма? Ну, мне просто кажется, что уже бы пора отойти слегка от привычной схемы В которой меняются лишь начальные компоненты Но все равно все кончается большой потасовкой Я не жалуюсь, просто на сегодняшний день Оригинальности в этом ноль И если французы хотят соперничать с голливудскими лентами на равных То нужно чуть-чуть больше оригинальности и старания Называйте меня привередой Но этому фильму из-за его вторичности нельзя поставить наивысший балл По сути, это как и пингвины, лишь набор гэгов разной степени удачности Ну и в завершении хочу сказать Что не все шутки выстреливают Но это на вкус и цвет Все же я поставлю этому мультфильму 7 баллов И порекомендую его к просмотру Но многого от него не ждите Тем не менее, из-за скудности премьерного репертуара Из новых фильмов сходить можно только на него И еще, наверное, можно отвезти детей на очередной мультик про фей от Диснея Опасаясь конкуренции с Хоббитом На этой неделе, увы, ничего путного не вышло От российских киноделов вышел вычислитель Где даже засветился Винни Джонс Что можно сказать о фильме? Он скучный, неинтересный и очень слабый Если кто-то надеется на вменяемую научную фантастику от наших авторов То зря Этот фильм просто велотекущая, несфокусированная унылость Не рекомендую Ужастик «Рука дьявола» Нет Просто нет Ни в коем случае Мультфильм под названием «Бабай» Это вообще вершина мерзости От одного трейлера у меня чуть не вытекли глаза Поэтому я решил обойти его стороной Чтобы не портить себе Чтобы не портить себе Чтобы жизнь себе не испортить Итак, на этой неделе оказалось, что в кинотеатре по сути-то идет одна туфта Ну, помимо Хоббита и кое-где еще Интерстеллар показывают Но кто-то вдруг восторженно крикнет Новый фильм Дэвида Кроненберга «Звездная карта» За который Джулиан Амур получила золотую пальмовую ветвь Да, она там отлично играет Мерзкую отвратительную мразь И больше в этом фильме нет ничего О нем поговорим немного подробней Поскольку это же Дэвид Кроненберг Честно признаюсь, не самый мой любимый режиссер Да, у него, конечно, есть хорошие работы в кино, признаваемые критиками и отмеченные призами Но я не в восторге от его стиля, как, наверное, и многие рядовые зрители Кроненберг почти во всех своих фильмах поднимает тему уродства Как внутреннего, так и внешнего Этот фильм про это же Я бы сказал так, что эта картина про жуков-навозников Которые мало того, что сами отвратительные на вид, так еще и окружают себя дерьмом Кроненберг демонстрирует нам грязное голливудское общество Конечно, подразумевая, что на самом деле весь Голливуд такой Именно поэтому фильм называется «Звездная карта» Но меня лично задело такое название фильма По мнению Кроненберга, весь голливудский олимп завален вот таким вот говном Но если разобраться, то перед нами лишь актрисулька в возрасте, сыгранная Джулианой Мур И семейка уродов Где папа Джон Кьюсак – урод Где мама – уродка И где особенный урод Это их сынок, 13-летний наркоман Я верю, что такие персонажи в Голливуде существуют Эдвард Ферланг, который сыграл Джона Коннора в «Терминаторе 2» Загубил свою карьеру из-за проблем с наркотиками А Джулиана Мур в этом образе страшнейше напоминает Линдси Лохан Но не надо обобщать господин Кроненберг, называя все это «звездной картой» Уродов полно везде, в том числе и в Голливуде Но ведь полно примеров и нормальных, адекватных людей Ну и, естественно, о них никто не говорит Потому что это неинтересно И что в итоге? Перед нами фильм про наркоманов, сумасшедших, идиотов, тпшек, извращенцев Про подлости и насилие Другими словами, про людей, которых нельзя назвать как-то по-другому, кроме как насекомые И за кого прикажете мне здесь переживать? Ни одного нормального персонажа Ни одного интересного персонажа Все характеры мерзкие и отталкивающие Мало того, так еще и действие самого фильма чертовски утомительное Он очень затянут и очень вял То есть совершенно неинтересные герои совершают неинтересные действия По мне так этот фильм очень, очень далек от обычного зрителя Я досидел до конца только из-за того, что мне было жалко потраченных денег за билет Я два раза ловил себя на мысли, почему я трачу на это свое время Мне было жалко денег, хотя на самом деле нужно было жалеть о потраченном времени Отвратительное кино о копошении насекомых в собственном дерьме Ставлю три балла только за Джулиану Мур и за финальную часть картины, в которой хоть что-то произошло Не рекомендую ни в коем случае Ну а ежели тебе, мой дорогой зритель, интересно, что на самом деле происходит в Голливуде То почему бы тебе туда не съездить? Под крышкой каждых чипсов Принглс Экстра Вот таких вот, со зверем на упаковке Есть уникальный промокод Который нужно ввести на официальном сайте И получить доступ к эксклюзивным материалам фильма Люди Икс, двоеточие, дни минувшего будущего Ну а для самых креативных, Принглс приготовил творческое задание Нужно ответить на вопрос Если бы ты был одним из людей Икс, какими силами ты бы обладал и почему? В общем, отвечаешь, дожидаешься решения жюри И тогда ты, мой дорогой зритель, можешь выиграть поездку на один уикенд на двоих в Голливуд Ну а ежели тебе лень, то всегда можно расслабиться дома с друзьями, либо же с семьей За просмотром хорошего фильма в компании твоих любимых чипсов Принглс Что ж, вся информация о конкурсе находится в описании к этому видео Также все необходимые ссылки Ну а с вами был Сокол Пока! Я лично всегда мечтал быть Джаггернаутом